МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! Добро пожаловать в Жюй-Ли. Этот приграничный аграрный городок живет в основном за счет торговли яшмой. Большая часть его населения представлена малыми народностями. Жюй-Ли вплотную прилегает к Мьянме, поэтому это типичный приграничный городок, сочетающий в себе влияние двух стран. Нас ждет множество вкуснейших блюд, потрясающая культура, ну и, конечно же, драгоценные камни. Меня зовут Джуй, вы смотрите «Едем в Китай». Жюй-Ли находится в Дэхун-Дайдзинпонском автономном округе, самой восточной точке провинции Юньнань. Благодаря своему расположению на стыке двух государств, Жюй-Ли славится не только культурным многообразием, но и двусторонней торговлей между Китаем и Мьянмой. Мы направляемся в известную в народе приграничную торговую зону Де-Гао. Она была открыта в 90-х годах прошлого века с целью стимулирования двустороннего экономического сотрудничества между Китаем и Мьянмой. В свое время здесь проживало всего 12 дайских семей. Сегодня это процветающая зона свободной торговли. В Де-Гао находятся три основных порта, каждый из которых постоянно перегружен веселыми туристами, бизнесменами и набитыми доверху грузовиками. Кстати сказать, более половины экспортно-импортного объема провинции Юй-Ли приходится именно на Жюй-Ли. Среди трех этих портов один можно назвать особым, так как местные жители проходят через него, когда пожелают. Взгляните на этот таможенный пункт. Он очень загружен. Знаете, на фоне остальных пунктов таможни, которые я видела, этот очень отличается. Люди здесь повсюду. Они выходят и заходят, и так каждый день. Такое впечатление, что политика административной границы между Китаем и Мьянмой просто не существует. Это нечто. На самом деле, это обычный путь в школу и обратно домой для многих бирманских детишек. У них для этого есть специальная пропуска. Сейчас они закончили свои утренние занятия в Китае и бегут обратно домой Мьянму на обед. А что касается взрослых, то для них это тоже еще один обычный день. Да. В Китае. В Китае. Здесь Анат Сен-Бхан. В Китае. В Китае. Вы обычно来те в Китае? Вы обычно сюда. Я посмотрю вашу, какого. В Китае. Ув! Хотя эти порты выглядят довольно современными, торговля в Жюли процветала и продолжает процветать на протяжении многих веков. Основным товаром здесь служат украшения, в связи с чем некоторые торговцы начинают свою работу с самого утра, чтобы продать как можно больше изделий из этого драгоценного камня. Про яшму можно сказать, что ее история такая же длинная, как история китайской цивилизации. Этот камень всегда хвалили за его красоту, символизм и мистическую силу. Жадеид является наиболее ценной разновидностью яшмы, а жадеид, добываемый в месторождениях на севере Мьянмы, считается самым качественным на планете. Именно здесь, в Жюли, он и продается. Знаете, оказавшись на этом рынке, вы вообще не почувствуете, что попали на ювелирный рынок. Он вообще похож на овощной или фруктовый базар. На этих прилавках выставлены изделия из яшмы ценой в миллиону долларов. Можно, наверное, просто взять, сложить все это себе в сумочку и потихонечку уйти. Только потом, конечно, придется расплачиваться за это всю жизнь. Если вы так же, как и я, ничего не знаете о яшме, но любите шоппинг, я советую вам побывать в Жюли. Местные продавцы не торгуют подделками. Выбор изделий жиды это огромен, а цены вполне приемлемые. Уж точно ниже, чем где бы то ни было. Но для меня в Жюли есть нечто более драгоценное, чем камни. Это культурное многообразие. И как следствие этого, многообразие кулинарных изысков. Глядя на все эти вывески на бирманском языке, и чувствуя запахи кария и кокоса, я готова поверить, что я нахожусь где-то в Юго-Восточной Азии. Меню в картинках? Я хочу заказать полностью все. Что вы скажете, друзья? Одному хватит наесться. Здесь у меня целый набор бирманских блюд, которые вы можете отведать прямо в Китае, не уезжая в Яму. Вам это может показаться экзотикой, ну а местные жители едят это каждый день. В каждом ресторане Жюли вы найдете и китайскую, и бирманскую кухню. Ну или что-то среднее между тем и другим. Итак, что на моем столе? Это называется карибаба. Хрустящий. Хрустящий блинчик с карри. А это бирманские сосиски. А там рыба с лимоном. Здесь у нас роллы с креветками. И десерт из кокосового желем. А это одно из моих любимых блюд. Это называется паулуда. Думаю, что это разновидность индийской или персидской фалуды. Очень вкусный десерт. Сделаны из черного клейкого риса, кокоса и теста. Оно очень хрустящее. Поэтому именно оно придает особую текстуру этой сладости. А это, пожалуй, одно из самых популярных блюд в Жюли. Салат из чайных консервированных листьев. Так что он довольно кислый. Помимо листьев, здесь еще перцы чили, капуста, помидоры. И, как я вижу, жареные бобы. Надо попробовать. Это потрясающе. Да, немножко кисловато, но в меру. Очень вкусно. Так что оставьте меня одну, я буду кушать. По-моему, это был перебор. Но знаете что? Это было здорово. Оно того стоило. Провинцию Юньнань без преувеличения можно назвать этнической мозаикой. Национальное меньшинство здесь составляет одну треть всего населения. В автономном округе Дэхун, где расположен Жюли, самая крупная этническая группа является Дай. В Жюли находятся две известные дайские деревни. Одна называется Ханьша, другая – Иджайлянго, что переводится как «одна деревня, две страны». Ну вот я и здесь, на другом пункте перехода границы между Китаем и Мьянмой. Удивительно то, что находится он прямо в центре деревни. Возможно, деревня эта похожа на обычную дайскую деревню, но факт в том, что она находится на территории обеих стран. В 1960 году здесь установили этот каменный указатель, который и определяет, где находится граница. И хотя жители этой деревни относятся к одной и той же этнической группе с одними обычаями и традициями, но при всем при этом национальность у них разная. Они разгуливают по всей округе совершенно свободно. Но если я забреду чуть дальше, то, наверное, окажусь в перманской тюрьме. Поэтому я решила остаться здесь. Корни слова «дай» могут быть отнесены к нескольким схожим по культуре и языку этническим группам, включая «лао» от Лаоса и «тай» от Таиланда. Всего в Китае проживает миллион двести тысяч дайцев. Многие дайцы по-прежнему живут достаточно традиционно. Прогуливаясь по улицам, вы сами можете увидеть, как просто и органично здесь живут люди. Можно свернуть за угол и присмотреться поближе. Я просто хочу узнать, как выглядит дайская архитектура. Дайцы строят для себя двухэтажные дома прямоугольной формы, и они явно не искрепичают цемента. 1981 год. Предполагаю, что этому дому 35 лет. Если, конечно, с математикой у меня все в порядке. Это традиционный дайский дом, и построен он из дерева и бамбука. По виду не скажешь, что он очень прочный. В нем много дырок, но летом в нем также довольно прохладно. Плюс ко всему, это очень мягкий материал, что означает, что во время землетрясения он не разрушится. По-моему, очень здорово. Я могу, конечно, бить по нему, пытаться его сдуть, но вряд ли у меня что-то получится, потому что он очень прочный. Программа «Едем в Китай» вторгается еще в один дом. Мне очень любопытно узнать, что находится внутри этой плетеной конструкции, похожей на изгородь. На улице плюс 30, и мне ужасно хочется укрыться в тени. И, как оказалось, классическая дайская архитектура предлагает естественное кондиционирование воздуха. Здесь очень свежий воздух. Можно почувствовать, что сквозь стены и окна проходит ветерок. Если оглядеться, то можно заметить, что обстановка здесь довольно традиционная, хотя крыша здесь из волнистого железа. Наверное, это какое-то нововведение. Кухня тоже очень традиционная, но здесь стоит рисоварка, а там холодильник. Я вижу здесь предметы современного благоустройства. Конечно, это все облегчает жизнь дайцам, но мне кажется, это просто удивительно, как они могут сосчитать традиционность и современность, и сохранять свою историю и культуру. Каким бы увлекательным это ни казалось, но разгуливание почему-то дому не единственное, что возможно сделать в дайской деревне. Каждый день в половине второго здесь проходит знаменитое представление танца «Павлина». По звукам я понимаю, что шоу уже началось, так что мне нужно поторопиться. Я успела, правда они уже заканчивают. Артисты представляют зрителям шоу, в которое входят народные танцы различных этнических групп, проживающих в Юннане. Из 56 признанных национальностей Китая в провинции Юнань проживает 25. И вот он, финал. Увлекательный танец павлина. Дайцы почитают павлина и молятся ему о даровании мира и счастья. Для них это символ удачи, красоты и честности. И все это отражается в изысканных и легких движениях танца. Мне удалось поймать главного танцора, господина Юэ, после его выступления и задать ему вопрос, который не дает мне покоя. КОНЕЦ Танис очень точно имитирует движение птицы с помощью строгих правил, ритма и работы ног, с чем у меня были проблемы. Считается, что корни этого танца уходят в истории, взятые из буддийских манускриптов. Если говорить о религии, то буддизм играет очень существенную роль в дайском обществе. После мастер-класса по танцу павлина заслуженным танцором я решила пройти к главному месту поклонения в этой деревне. Большинство дайцев исповедуют буддизм Тхировада. Остальные же являются приверженцами анимизма. Буддизм Тхировада является древнейшей ветвью буддизма, и сегодня он широко распространен в Мьянме, Лаосе, Камбодже, Таиланде и Шри-Ланке. От буддизма Махаяны, который прижился в Китае много веков назад, Тхировада отличается строгими медитациями и детальным изучением подлинного учения Будды. На самом деле дайцы — одни из немногих национальных меньшинств Китая, практикующих буддизм Тхировада. Это неотъемлемый компонент дайской идентичности, который отражается в их духовной и материальной жизни, даже в современной архитектуре. Возьмем, к примеру, этот роскошный дайский ресторан с названием Мэн Мауянь, который вполне можно считать храмом вкусов. Душа моя полна, чего нельзя сказать про желудок. Самое время наполнить и его. Но вначале господин Джан, владелец ресторана, решил устроить нам небольшую экскурсию. Душа моя полна, чего нельзя сказать? Душа моя полна, чего нельзя терять. AND это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Можно купить. Вот этот человек. Этим, я беру продукцию. Это очень хорошие. Я беру воду и еду, русашки. Молти-порпай. Воснемся, мясbro, оно дали. Но семей с дымом. Это качество основной. Семей с кожей можно поработать. Я чуть было не умерла с голода, но слава богу стол накрыли вовремя. Я чуть-чуть не знаю, но слава богу. Это действительно очень вкусно. Да, это вкусно. Это очень вкусно. Что это? Это очень вкусно. Это что-то? Я знал, я знал, я знал, что я собираюсь привезти. Это дерево, это дерево. Это очень естественная и очень вкусная. Это все из санта. Это выражение. Попробуйте. Хорошо, я сделаю это. Я знал, что они будут делать это. Это как... Очень вкусно. Это как моё, как моё. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это вкусно. Хрустящий снаружи и внутри Внутри что-то тягучее Похоже на плавленый сыр скорее По вкусу не особо похоже на насекомое И в принципе не так уж плохо, как я себе представляла Но я не думаю, что смогу есть это каждый день По правде говоря, если бы я не знала, что буду есть какого-то червя То он бы показался мне очень вкусным Да и белка в нем хоть отбавляем Блюдо из одного-двух видов насекомых является неотъемлемой частью дайского стола В дополнение к рису, свинине, говядине, утке, курице и рыбе Правда баранину дайцы едят очень редко В общем, все здесь свежее и ароматное И прямо-таки тает во рту В 20 километрах на северо-восток от центра Жуэли Находится поселок Бандин Знаменит он тем, что в нем стоит мост Который сыграл важную роль во время Второй мировой войны Так как по нему перевозили критически необходимые военные припасы И другую помощь Вам не очень хочется слушать об истории? Лучше что-нибудь полегче и связанное с приключениями? Не волнуйтесь Еще 10 минут в пути и вы окажетесь в настоящем тропическом раю Отполированная до блеска яшма не единственная зеленая вещь, которой славится Жуэли Это субтропики А посему здесь невероятно влажно И, конечно же, от этого все вокруг пышет зеленью Мы с вами находимся в тропическом лесу Мули Мне сказали, что если отсюда пройти полтора километра, поднимаясь в гору, то я увижу водопад Пойдемте, чего же мы ждем? В тропическом лесу Мули произрастают тысячи растений, десятки из которых относятся к редким видам и находятся под охраной государства Это место причисляют к зоне экотуризма, так как оно славится своим биоразнообразием и первозданной природой Такое чувство, что я нахожусь на съемочной площадке фильма «Сон в летнюю ночь» Из-за субтропического климата лето в Жуэли длинное и душное Здесь практически нет зимы Год делится здесь на влажный и сухой сезон Средняя годовая температура здесь варьируется от 15 до 25 градусов Под таким навесом гораздо прохладнее Да и плюс ко всему надвигается дождь Я лично обожаю убегать от городской суеты в райские местечки наподобие этого, где можно услышать журчание воды Кроме того, я набрела здесь на такие растения, которых никогда не видела раньше Посмотрите сами Наверное, по-научному он зовется как-нибудь «хипстер с бородачус» Сейчас весь мир ходит с такими бородами, не так ли? Мне очень нравится мой бородатый мужчина Однако гвоздем программы здесь являются вовсе не волосатые растения, а водопад Мули Мули так и переводится с дайского «красивый водопад» Хотя здесь есть и мостики, и каменные ступеньки, но вот указателей здесь мало Поэтому легко можно обознаться Что ж, ребята, я думаю, мы его нашли, я кое-что слышу Да, вот это он Вы только взгляните сюда Впечатляет, не правда ли? 25-метровый водопад на фоне заросших мхом скал Да, это того стоило Плюс ко всему, в дайской культуре вода олицетворяет религиозное очищение и благость Каждый раз во время дайского Нового года здесь отмечают трехдневный праздник обливания водой Первые два дня отводятся для традиционных мероприятий, таких как гонки на драконьих лодках и ритуальное подношение А третий день посвящен церемонии купания Будды В это время люди выходят на улицы и обливают друг друга водой Этот ритуал гарантирует избавление от злых духов и сулит богатый урожай Ну вот, друзья, это и есть настоящий водопад Моли И он просто ошеломителен, не так ли? Честно говоря, все последние дни в Жуэли в этом приграничном городе были ошеломительными Это идеальное место, в котором переплетаются культурные, кулинарные традиции, процветает торговля Здесь живет народность Дай, здесь куча яшми и эти потрясающие пейзажи По-моему, я взяла от этого места все, однако осталось еще кое-что, что я обязана сделать Меня зовут Джуй Возможно, мы уже никогда не увидимся Ура! У-у-у! 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 У-у! У-у-у! 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 Аксу расположен у южного подножья гор Тяньшаня на северной окраине Таримской впадины. Своё название он получил благодаря воде. На уйгурском языке Аксу означает «город белой воды». Он служил важной почтовой станцией на древнем шёлковом пути, а также транспортным узлом между севером и югом. А ещё это колыбель культур Чауцы и Доулан. Благодаря уникальному географическому положению Аксу накопил богатейший культурный потенциал. Вплоть до сегодняшнего дня множество традиционных культур сохраняют свой изначальный облик. Старику Насиру уже 83 года. Он танцует уйгурский народный танец Сен-Эм. Старинный уйгурский народный танец Сен-Эм развился из подражания движениям, которыми возделывают землю. Когда собираются земляки, то специально приглашают старика Насира. Для старика танцевать Сен-Эм – самое почётное дело. Сен-Эм. 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 У трупа народных искусств уезда Кучео-Круга Аксу сейчас проходят напряженные репетиции деревенского представления. Руководитель труппы Чуахра специально пригласил Насира, чтобы он руководил постановкой танцев. В 2011 году СНМ был включен в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия государственного значения. Поэтому старик Насир – носитель государственного значения. В Куче он общепризнанный мастер танца. В таком солидном возрасте Насир уже не может выполнить некоторые трудные движения. Больше 10 лет назад Насир вступил в труппы народных искусств уезда Кучео. С возрастом он стал очень мало выходить на сцену и больше времени стал обучать молодых людей танцевальным движениям традиционного СНМ. Руководитель труппы народных искусств. Земляки часто собираются в гостях у Насира и танцуют под звуки веселых песен. А он сам тоже не может сдержаться и тоже начинает танцевать. Насир танцует вместе с молодыми людьми, надеясь, что танец с СНМ будет передаваться из поколения в поколение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова